Всем привет! Сегодня я расскажу про соревнования на платформе Kaggle SETI Breakthrough Listen Signal Search. Основным организатором этого соревнования является Berkeley SETI, это научно-исследовательский институт при университете Калифорнии, основной задачи которой является изучение оптических и электромагнитных сигналов от внеземных цивилизаций. В качестве практической задачи это выявление аномальных сигналов на синтетике и применение этих моделей на реально существующих сигналах, выделение наиболее проблемных, аномальных, чтобы специалисты исследовательского центра наиболее присталем не взглянули и возможно нашли что-нибудь интересное. Кажется, что тема поиска инопланетян достаточно спекулятивная, то есть тысячелетиями люди не видели ни одного инопланетянина, но тема это достаточно интересная, потому что сигналы могут искажаться, то есть это имеет какой-то за собой подоплеку. Даже если это не инопланетянин, то интересно изучить эти явления и понять в чем же там, в конечном счете причина. Поэтому эта программа Breakthrough Listen получает огромное финансирование и специалисты этого центра проводят такого рода исследования. В качестве задачи соревнований это классификация аномальных сигналов по массивам данных. Всего даже дано 6 2D массивов, по 3 на ON-канала и по 3 на OFF-канала, то есть это на входе сигнал и на выходе. Слева представлены данные без аномалий, справа такая аномалия присутствует. Организаторы сигнала называют такого рода сигналы Needles, то есть это какие-то понятные искажения в сигнале. Соответственно, задача исследователей и такие искажения находить, то есть они не всегда так просто выделены, как здесь, для того, чтобы такие сигналы в конечном счете можно было идентифицировать. В качестве целевой метрики выступает РОК-АУК и необходимость считать площадь под кривой. Соответственно, эта ранжирующая функция используется для как раз, чтобы понимание, насколько модель в состоянии выделять проблемные кейсы и ранжировать эти кейсы от наименее странных к наиболее странным с точки зрения исследователей. Команда была сформирована из четырех участников. Это Игорь Крашеный, Сергей Брянский, Виктор Загузкин и Юрий Молконский. Ребята в ходе соревнований использовали свои выщетные ресурсы. Я использовал ресурсы компании Критонит. Спасибо за предоставление DGX. С помощью этого комплекса можно было проводить разные роды эксперименты и получать лучшие модели. Спасибо. В финальном зачете мы заняли десятое место. Это золото. В качестве основных таких нахер фишек это разнообразие моделей, грамотное использование псевдолеберинга и различные роды эксперименты, которые позволили там отказаться от каких-то идей на раннем этапе и сфокусироваться на других более важных вещах. Также стоит выделить, что в ходе соревнований практически все участники находились примерно в районе 0.80 Аука, а команда на первом месте Watercold заняла первое место с большим отрывом. Я подробнее расскажу после сказать почему. То есть пока такой небольшой спойлер то, что необходимо грамотно изучать данные и находить в них какие-то интересные особенности. Проблема ликов соревнований, она поднялась достаточно скоро. То есть уже где-то в середине соревнования обнаружилось, что можно с помощью определенного трюка добиться скоро 0.999. Это было связано с тем, что нампи файлы, которые были предоставлены, они находились в определенном порядке. И добавив как признак порядок этих файлов, можно было определить, то есть где вероятность встретить аномалии выше, где ниже. Соответственно, такой трюк помогал добиться очень сильного скоро в силу вот такой вот того, что организаторы соревнований это не доглядели. Когда этот лик стал известен, соревнования перезапустили, оставив старые данные и добавив новые. Соответственно, сейчас я расскажу наиболее подробно, что помогло нашей команде в том, чтобы так высоко подняться. Первое, это использование только он-каналов. То есть мы проводили ряд экспериментов по использованию всех каналов, по использованию каких-то определенных каналов. Мы выявили, что использование он-каналов достаточно для решения проблем соревнований. И другие каналы не давали такой пользы, поэтому от них было решено отказаться. Во-первых, это ускоряло обучение. Во-вторых, это позволяло обучать модели, которые уже изначально смотрели на те данные, которые содержат в себе посредственно аномалию и таким образом модели можно было обучать более качественные. Также зашли большие модели, такие как EfficientNet B7, новые EfficientNet V2V, ResNet D200D и NFNet. Пользовались и другими моделями, но их вклад, наверное, будет такой существенный. Также отличительной особенностью является то, что в этом соревновании, так как большинство участников, они изображение конкретинировали, изображения получались достаточно большие, около 270 на 800. Было два варианта. Использовать как есть и их как-то ресайдить. В нашей команде были модели, которые и ресайдили, и использовали оригинальные изображения. Наверное, вот в этом как раз нам повезло, но по моим экспериментам, разрешение, чем больше было разрешение, тем было лучше качество. Когда я пытался использовать разрешение 270 на 270, то есть по сути сжимать по одной оси, получалось сильно хуже. Когда вот уже такое разрешение, оно давало еще лучше, еще более хороший результат. Существенно заходил также псевдолебелинг, это когда мы используем группу моделей, которые хорошо себя показывают, предиктим эти модели на тесте и выявляем примеры, где модель уверена в том, что класс негативный, то есть там, где вероятность аномалии меньше десяти процентов и там, где вероятность аномалии больше 90, они относятся к позитивному классу. Соответственно такие кейсы мы добавляем в тренировку, как hard targets, не делаем их мягким, грубо говоря, не добавляем их с какой-то вероятностью, а добавляем просто нолики-еденечки. Такой вариант хорошо работал. И это позволяет модели в том числе добавить данных для обучения и получить в итоге хороший результат. Заходил также TTA4, это когда мы используем разного рода флипы и скейлы на коде inference моделей, чтобы модель видела несколько вариантов одной и той же картинки и принимала более такое взвешенное решение. Также существенно пользу вносил stacking, в частности вот на моих блендах, так как он позволял дообучить модель такого второго уровня на тех поисказаниях, которые дает модель. Соответственно немножко их возможно зааджастить, чтобы получить наилучший результат на основе тренировки. Но, наверное, здесь есть и проблема в том, что когда тренировки и тесты, они достаточно далеки от друг друга, то возможно не стоит их использовать вообще. Существенный boost нам дала бленды моделей внутри команды, так как все участники команды они пользуются каким-то своим подходом. Где-то использовалось full-asem разрешение, где-то какой-то resize, где-то использовался full-asem в виде софт, где-то по-другому. Все это позволяло добиться наилучшего результату. Так же как разнообразие хороших моделей, оно, как правило, всегда идет на пользу бленду в целом. Также были вещи, которые абсолютно не заходили. В нашем случае это было перемешивать каналы как и агументация. То есть у нас есть каналы в определенном порядке, он и офф, можно было их рандомным образом шафлить, чтобы модель не переобучалась на определенном порядке и всегда как бы искала во всех каналах нужную информацию. Так или иначе, эта агументация не зашла, и от нее было решено отказаться. Использовались и сиамские сети для сплита каналов он и офф. Тоже не дало каких-то существных результатов и от этого решения отказались. В силу того, что у нас есть такой ярко выраженный, такой временной формат, когда сигнал входит и выходит. Попробовали RNN-сети, в частности LSTM, чтобы посмотреть, работает или нет. В результате тоже какого-то существенного роста не дало. Возможно, потому что просто офф-каналы, они менее полезны, чем он, и поэтому можно было просто обучать там конволюционные сетки на он и все. Не сошли абсолютно и воло-мотели. То есть крупные модели, которые сейчас показывают, выбивают соту на Imaginate, но их было как-то совершенно сложно учить. Необходимо было дополнительно как-то тюнить параметры обучения, на что не было как бы времени. И по тому, по изучению решений, которые представляли участники, никто этим моделями не пользовался. Павел сейчас считает такой Silver Bullet, считается EfficientNet, потому что они наиболее эффективно решают проблемы и при этом их легко обучать. Сейчас я расскажу про то, как эту проблему решали ребята с первого места и почему у них такой хороший скор в итоге оказался. В частности, они посмотрели на распределение данных в тесте, на какие примерах модели принимали какое-то соглашенное решение, то есть где больше всего модели как бы имели разные понимания, есть ли там аномалий или нет. И в частности вот на таких примерах. Ребята заметили, что в этом кейсе действительно есть аномалия, такая S-видная, при этом таких кейсов не было абсолютно на трейне. В результате необходимо было такие кейсы добавить, при этом определенным образом сгенерировав бэкграунд, чтобы оставлять не напрямую кейс, а таким образом нагенерить дополнительный пример. Также все это помогло. Естественно, когда ребята начали искать вот добавлять такую синтетику, они обратили внимание, что мы добавляем эту S-форму в определенный уже имеющийся элемент. В результате модель, когда видит все это, ей уже сложно вот распознать вот такую аномалию, потому что много как бы дополнительного шума возникает. Что если мы попробуем этот шум как-то идентифицировать и его удалить? То есть давайте сначала проверим вообще, насколько у нас трейн и тест получаются разные. И действительно, когда если просто сформировать все имеющиеся данные трейн и тест, прогнать по ним модели, получить логиты, а потом по среднему значению, стандартному склонению загруппировать их на две группы, то получится, что у нас является явная группа, которая не похожа на трейн максимально, и по которой модель совершенно другие предсказания дает, нежели чем по тем примерам, которые встречаются в трейн. То есть это сделало вывод о том, что кейсы в тесте совсем другие и нужно к ним наиболее пристально на них посмотреть. И действительно, вот два примера изображения, то есть это формально это разные наборы данных, но мы видим. В данном случае просто мы взяли вот эти вот шесть каналов и катенировали горизонтально. Получается, что эти два кейса ничто иное, как просто какого-то рода имеет одно и тот же бэкграунд, но просто он каким-то определенным образом смещен относительно друг друга. В результате чего можно увидеть, что это один и тот же по сути сигнал, но каждый из них он рандомно как-то смешан. Родилась идея, что если мы попытаемся по каким-то основным корнер-кейсам найти разницу, то есть найти какие-то схожие сигналы, к примеру, по какому-то значению, по значению какого-то столбца, к примеру, среднего, и возможно найти похожие примеры и попытаться вырезать несовпадающие части, наоборот, совпадающие части бэкграунд, чтобы получить вот именно вот такую чистую репрезентацию этого исходного изображения. В результате так и сделали. То есть было оригинальное изображение, потом это изображение нормировали, когда мы из каждого значения просто делаем нормировку по каждому столбцу. После этого мы ищем аналоги. Имплементация может быть разной, но конкретно вот в этом примере проще было всего просто взять посерединные столбцы у каждого массива по косинусному расстоянию со всеми другими изображениями по этим столбцам найти самые близкие аналоги. В результате такой аналог был найден, вот для этого изображения это он. Как мы видим, действительно, какие-то общие тренды наблюдаются. И если взять и эти два изображения, один из другого вычесть, то получится, что резко проявляются вот эти кейсы, так называемые Needles. И по ним уже можно более четко определить, какой кейс является аномальным, какой нет. Когда вот такой способ был найден, соответственно, скор резко возрос. Уже был около 95. То есть, в принципе, это не говорит о каком-то реальной структуре сигнала. И, возможно, это просто является упущением организаторов конкурса, так как они не смогли такую синтетику грамотно сделать. Так или иначе, эту синтетику нашла только одна команда и, возможно, это решение было оправданным. Также хочется рассказать про какие-то ключевые моменты в решении других команд. В решении первой команды, помимо того, о чем мы уже поговорили, это изучение данных, еще два ценных изменения, которые представлены на вот этом графике. Это использование Strike-1. Это было сделано для того, чтобы наилучшим образом приспособить модели, которые были предобучены на малом разрешении. Как правило, все модели под ImageNet обучаются. И они обучаются на разрешении 224 максимум. Там, 4.48 на 4.48. Бывает и больше кейсов, но в целом пришло модели таких. И вот для того, чтобы лучшим образом подготовить модели к этому, перед бэкбоном, было решение вот First Convolution делать со страйдом 1.2, чтобы наиболее подготавливать данные к тому разрешению большему, которое у него подается. Также использовался геймпуллинг, то есть это модификация стандартных пуллингов типа MaxPooling и AveragePooling для достижения лучших результатов. С второго места, в принципе, использовались те же фишки. Это страйд 1 и генерация данных. С третьего места команда использовала triplet attention, то есть это дополнительный слой перед геймпуллингом, но после бэкбона, который также, судя по всему, давал какие-то дополнительные улучшения. И оптимизатор MadGrid, который выпустил команду Facebook. По опыту его использования, хочется сказать, что, то есть, чтобы увидеть эффект от него, это нужно постараться. По сравнению с обычным, я думаю, мне это делать не удалось. Возможно, то есть вы также разницы не заметите. Как правило, улучшение другого рода добавления различных блоков, типа triplet attention либо геймпуллинга, оно окажет большее влияние, чем просто смена оптимизора. На четвертом месте эта команда из Open Data Science, они использовали такой интересный момент, как годовое линия guide channel, то есть они не исключали каналы off, добавляли все каналы, при этом отдельным каналом шло, то есть они использовали вот все эти шесть каналов, определенным образом их стакали, получался один канал из этих шести, и потом добавляли дополнительный канал, который представлял собой непосредственно флаги тех каналов, которые были off, и тех каналов, которые были он. Таким образом, этот канал давал понимание модели, где же все-таки входные пиксели, а где выходные. Так или иначе, кажется, что это не должно оказать существенное влияние, потому что off-каналы в целом, они не настолько как бы полезны. Но вообще интересный момент, когда вот есть такая возможность добавить дополнительные данные в обучение, почему бы и нет, надо это сделать. Также они использовали Exponential Mommy Average, это когда усредняются определенным образом веса модели, и это как бы способствует тому, чтобы модель просто тоже не так хаотично развивалась, а поступательно улучшалась на протяжении всего периода обучения. И они использовали HR-нет, такие сетки, которые, как правило, всегда учатся на большом разрешении. Ну и также ребята пытались использовать обученные модели, чтобы добиться улучшения на тех изображениях, которые есть, потому что они идут изначально за большим разрешением. С пятого места было тоже интересное решение использовать так называемую методику SHOT, когда мы, допустим, на какой-то основных данных обучаем Fitch Extractor и Classifier, и потом на финальных данных, к примеру, на PseudoLayBring либо на уже очищенных, к примеру, данных, мы используем новый Fitch Extractor, то есть его доучиваем. Берем Fitch Extractor с предыдущего этапа и доучим его. А Classifier, классификатор оставляем такой же. То есть это как бы хороший подход. Стоит его попробовать, когда у вас уже есть хорошая модель, не хочется менять классификатор, либо классификатор уже как бы все те же классы выполняет, хочется просто дообучить модель под новые данные. Вот это, наверное, самый лучший подход, чтобы не менять качественно предсказания, структуру данных, а чтобы поменять только добавление новых фичей, так как появились, к примеру, нового типа картинки, где, возможно, какие-то другие объекты, они важны для задачи, допустим, классификации. С что вместо, также был использован GuideChannel таким же примерно образом. То есть появление двух команд с использованием GuideChannel скорее всего говорит о том, что действительно этот канал добавлял в score. Вот оканчивая рассуждение про этот конкурс, хочется сказать, что всегда необходимо изучать данные для получения преимущества. То есть, как правило, многие люди обходят стороной, но это очень важно. То есть просто посмотреть глазами на данные при Computer Vision, либо при NLP, это всегда очень важно, потому что, когда вы сможете посмотреть на эти данные глазами, вы начнете в них лучше разбираться, лучше понимать, и вам будет приходить более интересные идеи. Также нужно пробовать разные новые разработки. Как правило, они всегда, эти разработки, они не просто так выходят, они выходят, так как они улучшают какие-то элементы обучения сетей, либо архитектуру, либо оптимизатор, либо какие-то эвристики по предобработке специфичных данных. Поэтому стоит вообще следовать, пробовать эти разные разработки, так как они могут серьезно улучшить ваш результат. Также необходимо проверять распределение предсказаний для анализа результатов и поиск каких-то проблем. Основная проблема обучения, что если у нас train и тест, они существенно различны, то, как бы, даже если модель у вас будет хорошо работать на train, она может плохо работать на тесте. Поэтому это очень важно, найти такой train датасет, который будет наиболее близко к тому, что есть у вас в реальности. То есть это может быть задача, допустим, выката модель в продакшн, когда есть разные типы данных. Один такой сферический датасет в вакууме, который мы подготовили вручную, а второй, который будет использоваться там на практике. Так вот, если у вас, вы видите, что распределение предсказаний, оно существенно отличается, то такая модель, она с большой вероятностью зафейлит. Поэтому проверяйте и старайтесь, чтобы такого не было. На этом все. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи в конкурсах и в изучении разных материалов по e-mail. Спасибо, всего хорошего.